Вот мнение экспертов, но в принципе и без них понятно, что эта тема очень острая и болезненна для Украины. Так чего же боятся селяне, аграрии и фермеры? Их опасения изучали наши журналисты. Это будет полностью запрещение для моего хозяйства из 120 гектаров. У Михаила Цоколова небольшое фермерское хозяйство. Работает на земле 8 лет. Выращивает зерновые культуры пшеницу, ячмень, технический рапс. Говорит, боится в скором будущем всего этого лишиться. Уже заводы все пораспродавали, осталось только земля. И вот они решили на этом, как такая душа сбогатится. Таких, как Михаил Цоколов тысячи, не так давно прошли в разных городах митинги против отмены моратория. Но несмотря на протестное настроение, некоторые НРДП не устают предпринимать попытки все же выставить землю на продажу. 17 февраля 55 парламентариев решили отменить мораторий через Конституционный суд. Это поддерживают далеко не все депутаты. Мораторий порушает права 7 миллионов властников паев земельных, которые не могут продать легально свою землю. Вы имеете право распоряжаться своей властностью, купить и продавать. И Верховная Рада не должна вам рассказывать, что вы это не можете делать. Чи нужно землю сельско-господарскую продавать? Нет. Потому что не больше развинутые страны, они отдают сельско-господарскую землю в догостраковую аренду фермерским господарствам. И на этом поднимают страны. В Конституционном суде говорят, пока еще изучают вопрос. Прошло призначение судья-доповедач. И в суде-доповедача до 14.05, то есть до 14.05, есть термин для того, чтобы вивчити вопросы и принести на заседание коллеги, и вопросы о открытии конституционного проведения. Но по каким правилам землю продавать? И кто имеет право ее купить? В парламенте с конца прошлого года лежат два альтернативных законопроекта. Но ни один пока не внесен в зал. Дискуссии продолжаются. Тем временем 178 нардепов при необходимых 150 поставили свои подписи под законопроектом об изменении в Конституции. Инициатор документа – Радикальная партия. Кілька месяцев назад в Верховной Раде Украины сформирована новая коалиция. В народе и в парламенте, в кулуарах, ее называют голубой. Потому что это фирмовый колор Международного валютного фонда. Олег Ляшко, как член этой новой коалиции, обратился к Конституционному суду, к парламенту, с тем, чтобы в Конституции буквально три слова. Новым аграрным строем государства есть фермерство. Это спецоперация для того, чтобы имитировать борьбу за украинскую землю. И тишком-нишком такую украинскую землю отдать Международному валютному фонду и тем иноземным компаниям, которых лоббиюет Международный валютный фонд. МВФ уже 3 апреля должен рассмотреть вопрос о выделении миллиарда гривен. Но не исключено, что этот четвертый транш Украина получит под обещание открытый рынок земли. От этого, видимо, будет зависеть и судьба почти 9 миллиардов долларов, которые Украина должна еще получить о программе сотрудничества с фондом. И судя по тому, как нардепы начали активно продвигать вопрос о продаже земли и в парламенте, и в судах, есть вероятность, что он будет решен положительно. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканала Интер. Так кому достанется земля? Чего ждать людям, которых она сейчас кормит? И какие мутные схемы могут возникнуть на рынке? Это одна из тем сегодняшнего черного зеркала. Не пропустите, мы стартуем после подробностей.